здравствуйте друзья сегодня мы поговорим о вот этих вот огурчиках это продолжение ролика биогумус может угнетать посмотрите а т а т 340 биогумус может угнетать там мы показали начало про этих огурцов то есть что они стоят подавленные выращены на чистом вермикомпосте без добавления каких-либо субстратов и после этого мы их высадили сюда еще раз краткая предыстория 21 и мая мы их посеяли 9 июня мы с вами осматривали их нас интересуют эти два ряда и получается 11 июня мы их уже 9 июня мы их осматривали 11 высадили в грунт два ряда сюда и один рядок вдоль забора соседа не обращайте внимание что вдоль забора они маленькие а здесь они большие но по всей видимости здесь получается открытый участок и солнца много здесь соответственно мало солнца из-за забора так как солнце с той стороны но так как у нас с вами уже 25 июня впереди июль то этим будет в июльском сан-цепёке будет супер жарко этим соответственно будет хорошо по сортам по сортам здесь растет три сорта кустовой зазуля и изящный то есть мы все-таки сторонники старых старых советских сортов для того чтобы но пчело опыляемых хороших сортов без этот на открытой территории она все-таки лучше чем любые портонокропические этот рядок мы посадили с раньше поэтому особо не обращаем внимание по предыстории вот если идем вроде бы все красивые 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 но если присмотреться то вы их узнаете все то что мы снимали с вами 9 числа сейчас я вам достану телефон вы уже даже по первому приближение уже видите вот мы приближаемся к листочкам те которые мы с вами наблюдали рваные листы и все новые как вы видите все новые хорошие зеленые 25 июня сейчас все новые здоровые хорошие так как растение все-таки пустила корни уже в грунт а все те первые листочки видите вот они эти уродливые листочки где она растение мучилась на чистом вермикомпосте вот ведь вот новый лист он уже красивый вермикомпост из торфяной основы нас нашему плотному щелочному чернозёму белгородскому даст еще и рыхлости воздухопроницаемости то есть растение в общем хороши а вот первые листы они все уродливы видите все с рваными краями но мы с вами уже их наблюдали и после этого растения очень хорошо начала развиваться прямо таки весело то есть все что биогумус нам все-таки угнетал почва взяла удар на себя эти все нижние листы слабенькие и крученные так и остались но корни пошли в почву и огурцам стало лучше то есть мы спасли уже это этих товарищей постараемся больше таких ошибок не делать потому что когда видишь что растение мучается когда видишь что у растения крутит лист то это и ну и самому аграрию тоже неприятно приятнее видеть когда у тебя хорошие зеленые красивые томаты зелень что у нас тут белокочарная капуста цветная капуста сельдерей лук чеснок всяческого рода салаты все на биогумусе и все отлично развивается то есть промежуточный вывод такой что если вы видите что растение сильно угнетается но по каким-то причинам вы возможно переборщили с вермикомпостом то земля их спасет видите все все здоровые каких-то там легкие проявления пятнистости у некоторых присутствует возможно это все-таки отголоски от этого полного горшка стопроцентного вермикомпоста но так они все давайте еще раз медленно вдоль всех пройдемся идите эти двойные листья все это рваная вот она все за растение здоровые кроме одной точки нижние вот те кто были первые листы вот они все наши и семидолии рваные первые листы так что оживет наш черноземчик от такого количества но больше такое количество давать растениям все-таки не нужно по пройдемся вдоль забора при том что это они же но солнца видимо им меньше здесь все также до сих пор вот эти вот нижние первые крученные листы все нижние рваные увидите также и при том что они сейчас маловатые в силу все-таки недостаточного количества солнца но как только они сейчас чуть-чуть подрастут подвязываем их на веревочке к соседскому забору и будет все у них отлично и кукурузка тут и небольшой но очень насыщенный огородик все на вермикомпосте и молодая капуста чеснок кинза салаты разные петрушка лук лук шнит это лук красный красный чеснок картофель на вермикомпосте мы с вами уже снимали что в этот в этот картофель мы добавили по 90 литров на 8 литров как на 8 метров картофеля по 90 литров от сева биогумуса тоже с позитивной биофлорой дальше кукурузка у нас же такой красивый начало летний огород когда еще не прогрессирует болезни когда все красивое зеленое все хорошо развивается пишите побольше комментариев и мы по итогу а 340 ролика биогумус угнетает и 341 который этот будет как продолжение наблюдения за этими огурцами снимем отдельный ролик по вашим комментариям вы выводы какие можно сделать пишите больше комментариев до новых встреч смотрите ролик наш от и 222 технологии разведения червей чтобы понимать что такое биогумус и как его приготовить из любой органики траве счастья наша судьба до свидания друзья прочитатель прочитать прочитатель поиски поиски вы Продолжение следует...